Ловари Бадди Бэт на плохом канале И на плохом канале сегодня ролик о Свене Свенсине Немца, который живет в России уже 20 лет Членом клуба Ночные Волки И мы с ним поговорили о том, чем же отличаются русские мотоциклисты От всех остальных, в общем, да Его взгляд как-то со стороны Окей, Алис Клян Небольшое вступление свое сделаю Представьте, что, например, какой-нибудь гражданин России Приехал в Гамбург, собственно, родину Свена И вступил там в местный клуб И я думаю, что это никого не интересовало То есть ни телевидения, ни вообще никого А вот у нас в России очень много уделяют внимания иностранцам, которые живут Почему так происходит? Напишите ваше мнение, пожалуйста, в комментариях Мне очень интересно, реально Это не потому, что их тут очень мало А, видимо, это какая-то часть нашей традиции Ну и не забываем о том, что я вам помогу провести мотоцикл Кэрэй Дейтсон из Америки Вот мои контакты, пожалуйста И не забываем вступить в группу в Терене Куда я публикую то, что формат Ютуба не улезает Вот она, ссылка на нее в описании Так же, как и мои контакты на все остальное Удачного просмотра Я стал православным Здесь свобода Настоящая Хотите или нет, я могу это сказать Я смотрю в другую сторону Ты что, не любишь Бергенштейн? Йоу Ну да А зачем я живу вообще? Немецкая музыка, это не только Рамштайн А еще что-то есть? Конечно Для меня было односношно, что это место моё Я тебе не могу представить, как после Африки и России Слушай, ну история про то, как ты сюда приехал, женился, развелся и остался Она длинная и она есть уже записана много раз Поэтому я по ней просто ссылку оставлю Вот А на каком языке ты думаешь до сих пор? Это сложно объяснить На самом деле это не сложно объяснить Это каша А, каша Да, ну я работаю учителем языка Поэтому Какого? Английский, немецкий Немецкий, немецкий Да, да, да И общаюсь на русском Поэтому там все, что хочешь Что хочешь, да Ну и к основной какой-то теме Слушай А ты же давно же здесь живешь? Почти 20 лет, да Да, ну очень давно Это, это очень Ну, для кого-то очень, для кого-то нет Ну не 10, не 5 лет доста Ну это точно Нет, Россия это самое Я много где-то жил Вот, а Россия это самое длинное время Да Ну, это значит, что все хорошо А, то есть ты переезжал? Да Из одного в другую, я знал в другую Да, я до России я жил 4 года в Африке В Африке? Да Вот, в Сенегаал год, год в Южная Африка и 2 года в Египте Я тебе не могу представить, как после Африки и Россия Может что-то и похоже Не, но хорошо, что тепло Но там пустыня все Вот, и не знаю, я как уже все знают, на самом деле я там в Египте нашел свои там, типа первая настоящая любовь Вот, и это была причина приехать сюда Так вот, русский мотоциклист, по-твоему, какой? Какой он? Да, по-моему, он очень сильно отличается от всех остальных, которых я, по крайней мере, вижу Может от африканских не отличается? Тогда ты, даю тебе вопрос, чем отличаются русские мотоциклисты с вообще мотоциклистами? Чем? Я могу сказать, во-первых, наша история с Уралом и прочим, она живет даже в каждом, который никогда Урал не видел, по-моему Это раз Во-вторых, у нас есть, это я за тебя отвечаю, ну да ладно Потом у нас есть вот это вот мото-браса, сообщество, достаточно большое На мой взгляд, его, по-моему, вообще нигде нет По крайней мере, такого какого-то объема Вот И очень техника однообразная Так вот Ты же ездишь на Ямахе Я, это, я, начинаем из этого, я более глупально смотрю А, давай, давай Вот А, мотоциклист Это и есть мотоциклист И он не отличается, потому что он катается на два колосса Это первое А, это? Вот, начинаем из этого Вот Давай сразу начнем спорить Катается куда? Ну вот, в Германии куда катается мотоциклист? Есть очень много людей, которые катаются очень долго И у меня был, летом был мотоциклист здесь на Red Bike Ага Он обкатался весь Европа, 47 стран он был и своим мотоциклом И таких А, я смотрел, да? Да И таких очень много Есть, конечно, те же, которые на спорте ездят, на пластиковые стаканы, которые меняют свои мотоциклы как трусики и так далее Но их везде Да Они Я тебя понимаю Я знаю, что ты хочешь сказать Что люди как ты или я У нас есть какая-то связь Связный На наш кон Да Он Проводит нам Не только От . А И Б Вот Начинаем с этого И Мотоцикл Это 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 наш друг Ну Если мы так Берем его это про россию не забывай вот это ли чем я я я много встречал тоже ездил за не да я видел людей да то есть они от наших отличается на мой взгляд очень сильно вот из мото братство вот меня не должен забывать это русский мотоциклист американский мотоциклист или байкер или немецкий мотоциклист это все один субкультура начинаем вот я очень за классный с тобой что касается брат муту братство это разные вещи она сильно отличается и я был бы не ночные волки если меня это не убедился потому что я катаюсь тоже уже достаточно давно я мог бы ступить в любой клуб в германии меня это не затянул потому что это там все по-своему и так далее это не брат вот и так пускай отличается конечно они они может либо тебе птунет в лицо или ножом в спину это это все вот вот а когда я приехал 8 лет назад сюда по акценту за меня было однозначно что это месяц мой я отсюда не уйду дополнительно познакомился общался и так далее так далее и понял что что это действительно брат вот да я знаю что вот ночные волки не все любят она мне это не нужно что все любят ночные волки вот мы сделаем тот что вы вместе а другие мотоциклисты мотоциклисты делят что они хотят это абсолютно нормально вот и тут мы идем на другой степень русского мотоциклиста на мото братство что правда у русского человека еще как ты который катается на мотоцикла ты можешь всегда быть уверен что настоящий мотоциклист смотрят тебе в лицо и ты понимаешь что он имеет что все что он говорит он имеет ввиду ну он правда вот хочу разве каким я сколько встречал в других стран они также разговоры и я просто видел ну не знаю японцев они просто настолько своеобразные понимаешь что ты не помер чула черный пол них просто не принято так не но это вот есть уже стих почему русский так мало любая я хочу да вот это я точно не буду врезать там ты сказал хорошую фразу она очень понравилась я не очень долго думал потомки описал по поводу потому что русская музыка очень печаль вот если на тебя сейчас посмотреть то ты не как бы я не могу сказать что это очень веселый вот а на фотографиях на фотографиях на вывк ты как раз вот очень веселый да а жизни до абсолютно нет вот а при этом говорит что вот русская музыка очень печально а немецкая чем веселый что вот прям одни если только в кабаке они у нас то есть если если идти в до октуба фестиве найдешь там соли нет немецкая музыка это не только рамштейн вот а еще что то есть конечно вот и кстати у них текст очень хороший ну прям нечего сказать поэзия ну поэзия но очень опасно потому что она имеет два-три разный смысл я дам очень слога только немцы есть немцы ты который это не прямой вот но на самом деле я тоже думаю что это здесь тоже есть такой нет просто я я не говорю что она слишком грузки грустно здесь я говорю что она меланхолична и это не значит что это обязательно грустно это значит нет 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 это правда так есть я подумал да это она получается просто ну постоянно напомниться прошлое постоянно напомниться что раньше было все лучше и ты начинаешь думать а зачем я живу вообще вот надо прыгнуть из окна могут но тогда начинал я ванимательная слушать русский урок и он отличается от отличается конечно вот и он весоле я очень люблю киш меня прям горит тогда начинается потом ну или алиса потом на это ария и так далее так далее вот жалко просто сейчас включается ничего идет они уже практически нет ну да ну да вот и ничего нового рэп есть что не любишь бергенштерна ну да ну может потому что очень старый да и ну да я я тоже не могу нужно у меня слушает кстати говоря но она моложе очень сильно это испорченный язык ладно фиг с ним с музыкой я понял насчет мотоциклов понял а по поводу пути но есть просто мотоциклист мотоциклист это человек у которого даже нет мотоцикла он был у него или он собирается его купить или что это вот в этом роде то есть путешественники вот путешественники на мой взгляд на мотоцикл они все примерно одинаково ну плюс-минус там небольшой мотоцикла это тот который имеет мотоцикл это если нету и скамейкер я понял я ну а чё кто может себя называть мотоциклистом если у него нету мотоцикл скамейкер называть ну был мотоцикл бил ну не знаю настоящий мотоциклист я думаю он отдает свой свой последнее чтобы хоть кататься как-нибудь вот и это значит имеет свой мотоцикл да очень хорошую фразу сказал про субкультуру то есть ты просто называешь это субкультур это и есть субкультура это ну это своя культура мотоциклятная культура это есть своя культура но так как не каждый человек ездит на мотоцикл это субкультура и только мы я ты кто-то еще мы эта культура сделан вот и это наша с вами задача жить эта культура рассказывает об это культура в германии например все думают что ночные волки это 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 зло и так далее но у меня очень много туристы постоянно приезжает сюда и они хотят видеть это хочет видеть это они я им рассказываю объясню я даже рассказываю о том как русские мотоциклисты видят ночные волки и ненавидят возможно это абсолютно нормально мы не можем все все это все не может как это любит друг другу дать не обязательно не обязательно чтобы не ненавидит любить не обязательно главное это что человек хорошо хорошие смысле хочу в германии разве интересуются россией конечно бывает сейчас очень сложно понятно сейчас очень сложно потому что западный пропаганда она очень сильнее что я хочу сказать меня стыдно нет мир я грустно потому что как можно это пропускать все это почему это но это просто скажет говорит о том что что в германии они стали настолько ленивы что больше не хочет там узнать по-другому я в шоке просто но над этом работаем это давно германии давно а сейчас мы между с уровнем можем пропускать а сюда ничего не пусть уже инагент стари инагент теперь примерно так то а у вас же там по моему статья какая-то статья теперь но алина попала на этот статья я еще официально не попал почему потому что у меня я гражданин без регистрации вот и поэтому меня ничего не может при меня это счета не может закрыть потому что у меня нету там что-то меня там кроме родной брат ничего вы и мое гражданство я уверен если я пошел бы сейчас в москве немецкие производства либо меня больше не пускает отпускает либо меня сразу гражданство ну это не то что я времена просто я занимаюсь тем что я знаю ты сказал что русских песнях это ну когда раньше все было хорошо а сейчас ты вот как сейчас сам считаешь вот у тебя то как сейчас все хорошо и раньше было хорошо у меня всегда все хорошо пока я же дышу у меня все хорошо и тем более здесь потому что я здесь свободен там я был бы не свободен и очень много людей которые уехали отсюда они поняли это сейчас пускай 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 тридцать двадцать лет они все возвращаться хочет потому что они понимают теперь что там жить стал очень плохо не то что дорого а плохо потому что их обижает потому что они понимают что здесь здесь свобода настоящий хотите или нет я могу это сказать я смотрю с другой стороны вот вы хотите сказать что что здесь коррупция она там еще хуже вы хотите сказать что здесь кримина криминал криминализм там тоже самая ситуация вы хотите сказать что правительство плохого вы эти правительства не видели вот и очень много людей весь мир они завидуют россия за президента вот можно сказать что угодно я за классно все всем что вы хотите сказать но я могу это сказать что когда я ушел было такой огромный мужик уважаемый мужик и он был настоящий правитель германии да и было что чем-то гордиться вот потом все уже получается потом они занимался тот что они сейчас занимаются руль рухнет все что что было все германия все культура она больше не будет так как она была и она уже не так почему потому что слишком много иностранцев нету патриотизма все люди просто живут там и называть себя немцы вы их уважаю уважаете за то что они пунктуальны педантичные или не знаю там в германии все чисто тоже нет нету больше а они вас на вас смотрят смеется о русский вот я это не понимаю честно я приехал сюда 20 лет назад меня приняли с первый день как свой и до сих пор меня такое чувство что я я обязан что-то сделать чтобы этот хоть как-нибудь обрабатывать я стал православным 3 3 года назад потому что я хотел не просто физически быть рядом своими друзьями братья и сестры я хотел еще душевно быть ближе в этом есть не знаю а они смотрят на вас и говорят плохой русский смеются нова над вами блин и издевается еще пальцем таки а вес вы стоите и терпите и говорите шоу за ой если я мог бы я жил бы в германии сейчас еще до сих пор есть такие виды но немного 90 годы было я читаю это абсолютно неправильно потому что у вас здесь все есть вас великая страна у вас она огромная она где-то был кстати давай я был в южный сахалинский якутск и екатеринбург я весь урала катался ну где меня приглашали но это много очень и теперь как ночной волк это включается что вы не везде в каждом городе получается практически есть куда ехать вот и если время позвали позволит я бы это сделал но южно-сахалинский уши это очень далеко и холодно зима я ход тоже вообще от этой зиму что там был и куски до один раз и два раза взима да но это было очень круто потому что но ты там это холодно чувствует так сильно ну первые 15-20 минут потому что виток нету и потом до жопа дышать дышать просто очень сложно потому что но обычные легкие они не принимают а как думаешь из германии поедут люди сюда поедет у меня сейчас моя лучшая подруга это мартина приехала на восемь лет уже и катается сюда постоянно привезут туристы сейчас конечно же сложно последние два года три года сейчас почти сложно но есть людей которые ездят и это что я всегда говорю если 100 человек я могу просто объяснить 10 что не все так плохо как вы читаете или думаете тогда я уже выиграл и так мы я сделаю каждый день каждый день по 10 человек вот и сейчас очень много но получается я объясню германии нужно смотреть с другого сторону но немцы мы можем это сказать потому что у нас была разделенная германия у нас было гдр и ферги германия отличается западные восточные люди до сих пор да и восточные люди они больше за россия чем восточные это логично потому что запад это это америка раньше восточная германия было удиа ссср вот и это до сих пор это так нет и меньше я понял а люди то язык все одинаковые все одинаково одинаково просто из-за вот это выделение раз вот и я до сих пор читаю я всегда говорю самая большая ошибка которую россия сделал что они уехали от да германия должен было всегда вместе что убрали стена это все правильно ну американцы же тоже не уехали они остали почему россия уехали потому что их обманули я вот опять это добрые русские обманули он вы сам ну ладно а ты откуда я запад я родился в гамбург это север и как раз тоже тех людей которые очень хмурный западный человек сиво запад и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok